Друзья, всем привет! Это Татьяна Конкина из Торонто, Канады. Я хочу быть настоящим минималистом. Я хочу иметь минимум вещей. Я захожу в свой шкаф, и я вижу там все-все-все просто. Сто рубашек, сто юбок, всего просто море вещей. И это мне не нравится, это на меня давит. Я считаю себя, что это неправильно. Поэтому я сегодня предлагаю вам купить мой гардероб. Я буду показывать вам вещи из своего гардероба, а вы будете присылать мне имейл, если вы это хотите купить. Я буду вам отправлять это по почте. Я думала, правильно это или нет, когда я вам предложила это в одном из своих последних прямых в эфирах. И мне моментально несколько человек прислали имейл с просьбой купить мои определенные вещи, которые они у меня видели раньше. И сегодня я уже отправляю посылки. Вот так это легко работает, так это хорошо. Так что я буду вам показывать свои вещи. Вы пишите мне, если вам что-то нравится. Оплата через Paypal. Если это в Канаде, то оплата может быть через e-transfer. Я тоже укажу координаты. Так через Paypal на мой имейл. Татьяна Конкина at iCloud.com Вы присылаете сумму, которая обозначена, и я отправляю вам тут же посылку. Вы получаете посылку, смотрите, меряете, нравится, не нравится. В течение 30 дней вы имеете право вернуть мне эту вещь. И я возвращаю вам полную стоимость за минусом той пересылки, которую вы отправляете мне сюда. То есть я сначала получаю эту вещь назад, и я тут же возвращаю вам полную стоимость этой вещи, если вам не подошло или что-то не понравилось. То есть абсолютно свободны вы в своем выборе. Итак, давайте посмотрим. Я буду предлагать вам платья, пиджаки. Все вещи очень хорошие. Плохих вещей здесь не будет. Все это брендовые вещи, очень многие из них в основном. Также точно обувь, также точно сумки. То есть я хочу иметь минимум. Я хочу стать настоящим минималистом. Иметь только-только избранные вещи, самые-самые те, которые я люблю, те, которые я ношу. Итак, ну что, поехали. Первую вещь смотрим. Итак, не забудьте, что в описании к этому видео есть перечень всего, что мы рассматриваем сегодня. Скорее всего, это будет не одно видео, их будет несколько, потому что я действительно хочу разгрузить свой гардероб, как можно больше вещей быть. И в Инстаграм, мой Инстаграм Татьяна Конкина, нижнее подчеркивание, там будут фотографии каждой вещи с описанием ее и цена. Поэтому, если у вас есть желание, то смотрите Инстаграм еще раз на эту картинку. Более того, если будет несколько человек, которые хотят одну и ту же вещь, конечно, тогда будет аукцион. Вы будете предлагать, я вам буду говорить, что есть люди, которые предлагают больше, и вам просто нужно будет, чтобы быть справедливой, как любой аукцион, дать немного больше. И тогда я именно вам отправлю эту вещь, чтобы быть справедливой ко всем. Хорошо? Так что, поехали, смотрим первую вещь. Ну, первое, хочется начать с чего-то яркого, будет дизайнеровское платье от дизайнера Чара Бони, итальянский дизайнер, сделанный в Италии, называется L'Appetit Rope, маленькое красное платье. Оно вот такое. Длина у него... У него длинный рукав. Мой размер этого платья, здесь вот я не вижу размер, но примерно 36. 36, такой вот петит, длина у него средняя, и это тоненький такой рукав, очень яркое, красивое красное платье. Я его надевала уже несколько раз, и я с удовольствием это платье продам. Оно стоило тысячу долларов, плюс налог, конечно, где-то 1150, 1130 долларов. Ну, наверное, я думаю, что я его продам, это платье за 400 долларов. И мы говорим о американских долларах, 400 американских долларов. Пожалуйста, вы это платье можете приобрести. Называется маленькое красное платье от дизайнера Чара Бони. Второе, это черный пиджак. Черный пиджак от дизайнера Ямамото. Если вы знаете, Юши Ямамото, японский дизайнер, based в Париже, который живет и работает из Парижа. И это очень, это шерсть, я его надевала, может быть, один или два раза. Для меня он немножко колется, так как это шерсть, я не переношу совершенно. Вот так этот дизайнер, если вы знаете, Юши Ямамото. И он прекрасен тем, что у него сзади вот такой вот шлейф, такой вот шлейф вот такой. Потрясающий совершенно пиджак, совершенно новый, очень-очень красивый. У него подкладка внутри только частичная. И такие вот карманы здесь. Юши Ямамото. Цена этого пиджака будет, ну, скажем так, 700 долларов. Я отдаю только то, что мне жалко самой. Цена зависит от того, насколько мне это жалко отдать. Потому что это великолепный, потрясающий пиджак. Он замечательно смотрится вот именно с этим вот шлейфом таким сзади. И очень красивая спинка у него, если вы видите, красивое все. Еще один пиджак от этого же японского дизайнера, который работает в Париже, Юши Ямамото. И с тонкой-тонкой шерстью. И это мой любимый пиджак. Я его на самом деле очень люблю. Он потрясающий, тоненький-тоненький, очень-очень красивый. Но для меня он длинный. Он на самом деле мне не по росту. Я его купила только из-за того, что он потрясающе тоненькая шерсть. Такой замечательный. Но он длинный. И он неправильно для меня. Я бы ни за что его не продала. Вы видите здесь этот вот его сайт. Юши Ямамото. Это очень модный дизайнер, очень необычный дизайнер. У меня его несколько вещей. И это тоже очень дорогой пиджак. Я его тоже продам за 700 американских долларов или 700 евро. Это практически. Там почти одинаковая цена. И это очень дешево. Потому что если я сегодня выйду на рынок и пойду покупать опять такую же одежду, это будут тысячи долларов. Сегодня нельзя за эти деньги купить этот пиджак. Может, я что-то неправильно делаю. Следующее я хочу вам предложить платье. Я купила его из-за его потрясающего цвета. Вот такое вот платье с такой вот многослойной юбочкой. Что в этом сезоне очень модное платье. Смотрите. Хорошо видно? Оно потрясающее, достаточно длинное. Сзади оно длиннее, чем спереди. Его оборочки сзади длиннее, чем спереди. У него такой рукавчик. И спереди такой разрез, который можно завязать на такие завязочки. Это ткань. Я, когда покупала, очень волновалась, что мне придется его сложно гладить. Потому что это синтетика, но какая-то очень, настолько качественная синтетика. Из чего же состав у него? Я должна посмотреть, вам сказать. Но его вообще не нужно гладить. Совсем. Вы его стираете в стиральной машине. И оно не требует глажения. Это потрясающе. Это компания Маж. Я купила это в компании Маж. У них совершенно потрясающая эта ткань. И я его продам за 300 долларов. 250. Скажем, 250 долларов. Это платье. Вот такое вот. Это очень дешево. Сегодня в магазине вы его можете купить только за 600 долларов. Следующее платье. Это платье от компании Фиджи. Точно не помню. Но это вот такое яркое очень платье. Достаточно длинное оно. Я даже его отрезала. Оно будет... Такой длины. И с разрезом здесь. Яркое, красивое летнее платье. Я думаю, что 300 долларов для него будет хорошая цена. Оно абсолютно новое. Я надевала его только несколько раз. И, по-моему, оно у меня уже маленькое. Оно у меня где-то вот немножко маленькое. Поэтому я как-то купила его онлайн. С Америки мне его прислали. И оно мне маловато, это платье. Следующая вещь в моем гардеробе, которую я еще сомневаюсь, продать ее или нет. Это платье от компании... Я думаю, что Сэндро. Сэндро или Маш. Но, скорее всего, это Сэндро. Я точно не помню. Такое очень легкое платье. Здесь оно с таким вот запахом, как вы видите. И у него потрясающий низ. Посмотрите, какой. У него очень красивая юбка внизу. Здесь талия у него на такой мелкой резиночке. И вот такой очень-очень красивый такой угловатый низ. Геометрический рисунок. И я его покупала для вот этого пиджака. Для того, чтобы носить вместе вниз под этот пиджак. Вот в такой комбинации, чтобы это носить. Посмотрите. Итак, я думаю, что платье... Хотя я сомневаюсь, может быть, мне его и не надо продавать. Это платье я смогу продать за 300 долларов. Тоже это 50% даже больше скидка. И пиджак я тоже смогу продать за 350 долларов. Если вы хотите. Это все мой размер. Вот такой вот пиджак. Компания Сэндро. Французская компания Сэндро. Если вы видите. Очень нейтральный, очень деловой, очень элегантный пиджак, который великолепно сидит. А сама я что буду носить, интересно? Белый пиджак компании, который называется King Sept. Французская тоже компания. Я думаю, она из Нью-Йорка. Это компания. Размер второй. Это мой размер. Он прекрасно сидит. У него немножко укороченный такой рукавчик. Так вот присобранный. Это синтетика. Но она такая очень легко носится. Очень легкая. Такой пиджак. Я его продам. Он тоже стоил где-то 650 долларов. Я его продам тоже за 350 долларов. Зачем я это делаю? Ну зачем, понятно. Мы в этом году планируем уехать из Канады. Переехать в другую страну, в более теплую страну. Поэтому я просто не хочу такой огромный гардероб за собой тащить. Я хочу взять самый минимум вещей на новое место. Потому что наверняка я буду жить в теплом климате. И мне понадобится гораздо меньше вещей. Следующее, что у меня есть совершенно потрясающая блуза. Это компания, которая называется Forte Forte. Итальянская компания. Это фантастическая блуза. Посмотрите, какой у нее рукав. Широкий. И это тончайший-тончайший батист. Посмотрите. Forte Forte. Она вся вот такая вот. Эта блуза. Здесь у нее впереди, смотрите, такая застежечка с такими пуговичками. Пуговички, как бусинки. И золотая ниточка еще. Здесь вот таким вот золотом это сделано. Вообще, Forte Forte это очень шикарная компания. Они... У них... Я их обожаю. Их очень редко можно встретить. Они не везде есть. И они... Это дорогая компания. Я это купила в Испании, в Марбелле. И я не помню, сколько я за нее заплатила. Вот почему-то я это не помню. Но я думаю, что справедливо будет за нее попросить 300 долларов. Потому что это дорогая вещь. Очень... Может быть, я не знаю, как ее заправлять. Хотя ее, наверное, хорошо носить с джинсами. Может быть, этот цвет не мой. Я думаю, что это прекрасно идет с джинсовой одеждой. Вот. Но я почему-то не научилась ее носить. Хотя она просто потрясающе мягенькая. Это тончайший батист. Следующее, что висит в моем шкафу. И я никогда это не ношу. Не знаю, почему. Это платье-халат от Ralph Lauren. Пол размер 4. Такой вот летний 100% хлопок, конечно же. Похоже на Old Money полосочку, которую сейчас мы носим. С длинным рукавом. Это платье-халат. Оно полностью расстегивается. И у него вот такой вот... Оно покосует. Шипет. И боковые карманы у него по бокам. Это платье я продам за 200 долларов. Следующее белое платье, которое купила в прошлом году во Франции. Вот такая вот греческая туника. А с большим вырезом. Это вот все так на резиночке здесь. Здесь длинное. Почти совсем длинное. Не надела ни одного раза. Оно абсолютно новое. Оно может быть таким вот широким. Может быть хорошо подойдет беременной женщине. Особенно этим летом ходить. Или худенькой женщине, которая вот может и ремень здесь носить вместе с ним. В общем, такое летнее платье будет стоить 200 долларов. Это столько, сколько я за него заплатила. Но не надела ни одного раза. Но просто пересылка будет стоить дороже. Вы знаете. Следующие белые джинсы. Компания Rug & Bone. Размер 26. Они очень классные. Но мне совершенно не идут. Не подходят. Я их купила. И почти практически никогда не ношу. У них необработанный низ. И достаточно они длинные. Даже на мне они очень длинные. Такие белые джинсы. По-моему, стоили 400 долларов с чем-то. Но я их продам за полцены. За 200 долларов. Такие. Очень классные джинсы. Но для меня они вот узкие. Здесь оказались. Мне не идут они. Синие джинсы компании Dericlam. От Dericlam. Вы знаете. Dericlam Denim. И это джинсы очень интересные. Вот у них здесь на кармане вот так. Низ необработанный. Хотя я вот отдала их. Строчку здесь делали, чтобы они не распускались. А здесь у них дырки нет. Но они вот так зашиты. Интересно. И сзади тоже один карман есть. Другого кармана нет. Они очень интересные эти джинсы. Очень хорошего качества. Они такие очень плотные. Небольшой стретч у них есть. Совсем может быть только 2% стретч. Тоже джинсы дорогие. И я продам их за 200 долларов. Вы не можете купить такие джинсы сегодня за 200 долларов. Я их очень мало носила. Тоже не мой кат оказался. Я сейчас только научилась носить и покупать себе правильные джинсы. А до этого я делала много неправильных покупок. Это вот тоже Yamamoto White Leg. Широкие такие брюки. Очень широкие. С интересными карманами и такими здесь пуговицами интересными. Сзади тоже. Они слегка укорочены. Они не совсем длинные. Они открывают только вот такой длины. То есть они очень шикарные, конечно. Похожи и на юбку, и на брюки одновременно. Yamamoto. Очень дорогие брюки. Порядка 1000 долларов. И я думаю, что я их продам за 400 долларов. А это мое самое дорогое платье. И самое красивое платье. Но я, пожалуй, тоже готова с ним расстаться, потому что у меня мало случаев стало, куда я могу это носить. Итак, это платье от компании Malbury. Malbury. Такая вот компания Malbury. Оно стоило 13 тысяч долларов. Я его купила на распродаже за 7 тысяч, почти за 8 тысяч долларов. И сейчас готова его продать. Вверх у него вот такой. Посмотрите, это батист с таким вот рукавчиком. Сзади тоненький-тоненький батист. И вот такая вот юбка. Необыкновенной красоты. Посмотрите, какая здесь невероятная работа. Посмотрите на эту красоту. Просто расстегивается и все. То есть на растежечке. Тоненький батист сверху. И вот такой совершенно потрясающий низ этого платья. Я думаю, что это платье вполне стоит 3000 долларов. Это тоже 50% от того, что я за него заплатила. Ну, даже меньше, наверное, процентов только 30. Так что платье новогоднее, так его назовем. Но, друзья, чтобы вы понимали, все мои вещи в идеальном состоянии. Ни у одной из них нет ни одного катушка, ничего. Они все абсолютно новые. Я их ношу настолько аккуратно. Чищу в дорогих химчистках, если нужно. Но они в идеальном состоянии. Поэтому даже если эти вещи не новые, они абсолютно как новые. Но только лучше. Итак, это еще одно маленькое черное платье. La Petite Robe. Которое должно иметь каждая женщина. Иметь каждая. Это от компании La Lanvin. Компания La Lanvin. Париж. Это одна из очень престижных компаний. Наверное, я думаю, все это знают. Это маленькое черное платье. С очень красивым вырезом рукава. Посмотрите, такой квадратный вырез рукава. Сзади замок, который идет до ниже талии. Такой замок. И оно такое прямое платье. С разрезом тоже сзади. Это шерсть, но с таким, с добавлением стритч. То есть оно очень удобное. Оно совершенно не стягивает движения. И вы можете его носить каким-то пиджаком. Я вам показывала свои красивые пиджаки. А это можно носить вниз. Маленькое черное платье. Нужно абсолютно каждой женщине. Я купила его в Париже. И абсолютно не помню. По-моему, 2000 евро. Какая-то такая была у него цена. Но оно было дорогим платьем. Так что, я думаю, 700 долларов. Это очень хорошая за него цена. За эти деньги, наверное, невозможно купить ничего другого. Или предлагайте свое. Если оно вам нравится. Но я думаю, вот так. Это абсолютно современное платье. Оно нисколько не вышло. Оно будет вечным в гардеробе. Когда нужно что-то быстро одеть. Прекрасно выглядеть. Или на работу, или тут же на вечеринку. Можно надеть белую рубашку. Можно надеть белый жакет какой-то. Все что угодно. Следующая, это такая накидка от Исэй Мияки. Которая просто надевается или самостоятельно. Я носила это как платье. Или можно надеть наверх. Ну, любого. Даже вот с белой рубашкой можно надеть. И с джинсами. Это такая как халат. Вы знаете, какая-то красота. Исэй Мияки никогда не выходит из моды. Вот это вот такая вот накидка. У него сзади вот такие интересные листики. И впереди тоже. Я его носила и просто надеваю черную комбинацию вниз. И с ремнем. Или наверх с какой-то рубашкой. Тоже так, что Исэй Мияки. Это платье-халат. С очень-очень интересным низом. Все зад с разрезом. Смотрите, у него зад такой разрез. Потрясающая вещь, конечно. Это будет стоить 500 долларов. Это даром. Ну и вот еще одна вещь в моем гардеробе. Которая висит уже. Вообще я ее не ношу совсем. Это костюм от Тьери Медлер. Такой тоже Париж. И здесь, например, сороковой размер. Это пиджак и юбка. Пиджак с плечиками. Еще плечики такие. Плечики, рукав. Такая очень женственная у него форма. И он у меня, это костюм. Он идет вместе с юбкой. Такая юбка слегка за колено. Ну это размер, наверное, я думаю, 36. Он, наверное, вот так вот. На 36 только размер подойдет. Достаточно маленький. Этот костюм я купила давно. Но это классика, которая не меняется. И цвет такой яркий у него. Поэтому продам я его совсем недорого. Ну, 300 долларов, если вы хотите. И юбка, и пиджак. Это просто, чтобы не висело в шкафу. Потому что я больше не ношу. Я думаю, что мне просто он стал узок вот здесь, вот в этом месте. У меня не сходится. Ни юбка, ни пиджак. Или надо серьезно худеть, или надо продать вещи. Ну что, друзья, на сегодня будем заканчивать. Было много. У меня еще там полным-полно всего в гардеробе. Что я вам могу предложить в следующий раз. И я еще вам то же самое сделаю бижутерию. Потому что у меня ее тоже слишком много для меня одной. И обувь, и сумки. То есть, этого для одного человека слишком много. Я хочу иметь минимум. Потому что я планирую путешествовать. Потому что я планирую переезжать. Я хочу иметь самый-самый минимум. Так что, если вам что-то понравилось, пишите мне. Пишите мне email. Вот email сейчас на экране. Татьяна Конгина, это cloud.com И если вам нравится, пишите мне ваш адрес. Я, к сожалению, не смогу ничего не отправить. В Россию. Потому что в Канаде нет никакой почты. Правда, мне сказали, что вроде есть какая-то там в магазине «Калинка». Но я не в курсе. Я знаю, что я даже сестре ничего не могу отправить. Раньше все было шло моей сестре. Сейчас ничего не могу отправить. Потому что нет почты. Раньше я им отправляла все время посылки. И я не могу оттуда получить деньги. Но если у вас есть какие-то возможности, и вы можете прислать деньги в Канаду, через какую-то другую страну, и я могу тоже через ваши контакты отправить куда-нибудь там или в Турцию, или в Эмираты, или куда-то в Европу, я, пожалуйста, с удовольствием это сделаю. Проблема не во мне. Проблема в том, что нет ни почты, ни переводов из-за санкций. Все это отменено. Так что, а весь остальной мир, добро пожаловать, велкам, помогите мне стать минималистом, помогите мне разгрузить мой гардероб, и пишите мне, мы можем договариваться о ценах тоже. Хотя я думаю, что эти цены очень-очень правильные, иначе мне просто нет смысла никакого. Одна отправка будет стоить, наверное, каждую вещь минимум 100 долларов. Поэтому это не будет для меня так выгодно. Но я просто хочу отдать все в хорошие руки. Я уверена, что у меня потрясающая аудитория, и это будет действительно в хороших руках, с удовольствием носиться. И вы еще потом передадите это кому-то точно так же, как это делаю я. Так что ждите следующего видео. В следующем видео уже будет бижутерия, аксессуары, всякие такие вещи, которые тоже у меня всего слишком много для меня одной и для моего теперешнего лайфстайла. Всего вам самого хорошего. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк этому видео. Не забудьте поделиться этим видео со своими друзьями. Может быть, им тоже что-то нужно. И давайте вместе становиться лучшей версией себя. Всего самого хорошего, мои дорогие. Пока-пока. Bye.